Далее, после очищающей маски, мы приступаем к нанесению кремовой маски. В данном случае для Кати я бы посоветовала на данное состояние кожи успокаивающую маску. В чем ее отличие от других масок и что она делает? Успокаивающая маска, она очень хорошо убирает, снимает покраснение практически на 50% на лице. Она успокаивает кожу, помогает коже удерживать влагу, придает коже отдохнувший вид, ровный цвет лица. И также она может как раз применяться при куперозе. Способ нанесения этой маски можно двумя способами. Или руками наносить ее, или специальной кистью. Сейчас покажу, как это делается. А сколько мы времени выдерживаем данную маску на лице? Данную маску можно подержать дома 15-20 минут, затем ее смывать. Вы можете наносить ее поплотнее слой. Из-за того, что она успокаивает, вы почувствуете на коже такую прохладу. Итак, вот мы нанесли полностью всю маску. Еще раз я делаю акцент, что мы наносим ее на глаза. И видите, на брови для того, чтобы подпитать тоже наши волосы в этой зоне. И также мы нанесли ее на губы, чтобы губы у нас были увлажненные. Мы, Катя, делали успокаивающую маску. Я хочу немножко рассказать про другие маски. Например, укрепляющая маска. Она называется Ау-Бау маска. Вы ее можете потом сравнить с другими масками даже по цвету. Она такая розовая, нежно-розовая цвета, потому что она состоит полностью из розы. Там и розовая вода, и розовый воск, и экстракты розы. Эту маску мы рекомендуем для зрелой кожи 40+. Она называется даже маска для золушки, потому что она дает моментальный эффект. Если вам даже нужно пойти куда-то в театр, то вечером часа за два-три вы можете ее нанести. И получите такой интенсивный, скороспелый эффект. Вы будете выглядеть великолепно. Кожа у вас будет светлая, лучистая, ровная. И такое впечатление, что вот прям вы только проснулись. Особенности этой маски, она повышает тургер кожи для зрелой кожи, эластичность. Кожа становится более гладкой, подтянутой. Стимулирует в коже регенерирующие процессы. И помогает ей удерживать влагу, что как раз для зрелой кожи это очень важно. Время выдержки данной маски на коже? Время выдержки всех кремовых масок 15-20 минут. И еще вот такая особенность для этой маски, если вы, например, долго болели, и у вас, естественно, кожа стала тусклой, вялой, и вы хотели бы сделать такой интенсивный курс восстановления вашей кожи, то я рекомендую эту маску наносить в течение 4 недель вместо крема тонким-тонким слоем. И вы потом посмотрите, что ваша кожа оживет так же, как и ваше состояние после болезни. Следующая маска, которую я хотела вас познакомить, это восстанавливающая маска. Само название говорит само за себя. По-немецки она называется ревелитализировающая маска. Она подходит для всех состояний кожи. Мы ее называем универсальной. Если вы хотите кому-то подарить в подарок и не знаете, какое состояние у человека кожи, то вот эта маска будет в подарок для любой кожи, поэтому вы не ошибетесь, если купите ее. Что она делает? Она очень хорошо работает с поврежденной кожей, особенно после солнечных лучей. Она очень хорошо для кожи, которая склонна к куперозу, тоже работает. И для кожи расширенных пор. Вообще эта маска была по просьбе немецких косметологов разработана для кожи, особенно склонной к акне. И она была разработана на основе крема против вруцового. Почему? Потому что она очень хорошо выравнивает постакне. Она очень хорошо выравнивает кожу, убирая покраснение. И вот выравнивает эти уплотнения после акне. Также эта маска способствует активной регенерации кожи, так как она даже называется восстанавливающая. Она осветляет, сужает поры, создаёт ровный цвет лица, помогает кожу удерживать свою влагу. А в дополнение, как совет от косметолога, я бы хотела немножко побольше уделить внимание этой маске и порекомендовать её для бледной, вот как я уже говорила, да, при болезнях кожи вот у нас укрепляющая масочка. А вот это именно бледная и кожа, особенно после акне, я бы рекомендовала её наносить курсом в течение четырёх недель, также вот вместо крема. Далее, она очень хорошо после солнечных ожогов её можно наносить, в качестве даже вот средства после загара. И своим клиентам я её рекомендую, если они едут на юг, то всё-таки именно восстанавливающую маску брать как база дневного ухода, вместо крема, потому что в ней содержится очень много масел, которые будут и питать кожу, и в то же время там содержится масло миндальное, масло ши, масло жожоба, которые являются природными защитниками УФ-фильтров. Поэтому вот эта маска тоже очень будет хорошо вот именно с солнцем работать. И при чувствительной проблемной коже она может также применяться в качестве дневного ухода, и можно её смешивать с маслом для лица. Вы выдавливаете небольшое количество маски, две капельки масла, смешиваете и наносите. Получается, что масло будет бороться с жирностью кожи, а восстанавливающая маска будет бороться именно с текстурой кожи. И четвёртая наша кремовая маска – это интенсивно питающая маска. Она сейчас поменяла своё название, поменяла немножко свой состав, свою текстуру. Она предназначена для очень сухой, зрелой кожи и также чувствительной кожи. Что она делает? Она гармонизирует кожу, восстанавливает гидролепидный баланс, и она является самой жирной, самой плотной маской из всех масок доктора Хаушка. Она защищает кожу от высыхания и раздражения. И также она предотвращает её от внешних воздействий окружающей среды, например, таких как мороз, солнце, сильный ветер. Вот видите, я её нанесла. Она очень такая жирненькая, плотненькая. Особенно очень хорошо её детям зимой наносить вместо крема. Если вы идёте на прогулку или в парк, или в сад, или если вы едете зимой, например, на горнолыжный курорт кататься на лыжах, на коньках, и знаете, что долгое время вы проведёте на холоде, то вот эта маска будет являться прям вашим помощником и защитником. Её также можно наносить на зону вокруг глаз и также можно наносить её на губы. И в завершение, подытожив, всё сказанное я бы ещё раз акцентировала внимание на три нанесения нашей маски. Первый вариант. Первый – это очищение, потом укрепление тоником, далее идёт распаривание, потом очищающая маска и кремовая маска. Это первый вариант нанесения масок. Второй вариант – это просто у вас идёт очищение и нанесение маски. И третий вариант – это когда вы также утром очищаете кожу и наносите тонким слоем маску вместо дневного крема. Лариса, спасибо вам большое за сегодняшний уход. Лариса нам в этом видео рассказала про маски для лица от марки Доктор Хаушко. Ещё раз напоминаю, что вы всегда можете записаться на консультацию, на приём к Ларисе, которая является официальным косметологом марки Доктор Хаушко в России, задать все интересующие вас вопросы и с помощью Ларисы подобрать для вас оптимальный уход для лица от марки Доктор Хаушко. Дорогие друзья, я желаю вам быть всегда красивыми, с хорошим настроением и не пренебрегайте пользоваться масками, потому что маски являются дополнением к уходу и вы будете выглядеть на все сто. Итак, спасибо большое, что оставались со мной. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезно. Ещё раз напоминаю, что всю информацию о продуктах марки Доктор Хаушко вы можете найти на официальном сайте компании. Ссылочка вот здесь вот я вам обязательно оставлю. Также я продублирую её в описании к данному видео. Отслеживать новости и новинки от марки Доктор Хаушко вы также можете в специальной официальной группе Доктор Хаушко ВКонтакте. Также, если у вас возникли какие-то вопросы, пожелания и вы хотите узнать, что там марки Доктор Хаушко, что вы ещё не знаете, пожалуйста, пишите мне. Я постараюсь вместе с Ларисой и Мариной ответить на все интересующие вас вопросы. Итак, до скорых встреч на моём канале. Пока-пока-пока.